Друзья, привет! Мы находимся в сервисной зоне компании Клуб Вилхот, а непосредственно я вот нахожусь в кокпите лодки Феникс 560. А что с ней происходит, сейчас вам расскажем. Две причины, назову, по которым мы решили показать именно эту лодку и ее процесс сборки. Первая причина. Если кто-то еще не в курсе, то сообщаю, с 3 по 6 марта в Крокус-экспо будет проходить очередное московское бот-шоу. И эта лодка будет представлена там. Вы сможете залезть в нее, проконсультироваться, посмотреть все, пощупать руками. А вторая причина, почему именно эта лодка. Потому что в этом сезоне она будет находиться на тест-драйве в Клубе Вилхот, и вы также сможете приехать, залезть в нее и прокатиться, испытав на себе все ощущения. Если вы еще не в курсе, то я скажу, что в Клубе Вилхот есть такая услуга, как тест-драйв лодки на воде. Вот на примере этого ролика вы можете посмотреть, как это происходило в прошлом году. Это был Феникс 600. А на все вопросы, которые у вас появились в ходе просмотра этого ролика или в ходе подбора лодки для себя, вы можете задать меня на выставке. Приезжайте, пообщаемся лично, поговорим. Помните прошлогодний ролик, который мы сняли уже под конец сезона? Ролик был снят на лодке Феникс 510. В нем мы рассказывали об актуальности системы Вебаста, об отопителе, в открытой лодке. Что, поедем прокатимся? Главное не замерзнуть. А не замерзнуть нам поможет наш друг Вебаста. Итак, мы находимся в лодке Феникс 510 Буврайдер. Пришло очень много вопросов с просьбой показать, как проложена система коммуникации отопителя. Сейчас мы вам это покажем. На наш Феникс 560 мы поставили 2-х киловаттную установку и вывели 3 диффузора. Один из них в каюте, ну, естественно, ночевки бывают и по осени, когда уже прохладно. Один диффузор на стекло, что избавит нас от запотевания. И один диффузор в ноги капитана. Решение по установке Вебаста масса. И мы просто показываем конкретный пример необходимого минимума, который требуется установить в катер Феникс 560. Каюта, стекло, ноги капитана. Поскольку в катере Феникс 560 справа борта находится заливная горловина, сапун, то печку мы располагаем в левой части. Здесь есть такая удобная скрытая полость, в которой она размещается и не мешает складывать в рунду какие-либо вещи. Выхлопная система печки закрыта термоизоляционным кожухом. То есть вы можете не переживать за ваши вещи, они не пострадают от температуры. А сам выхлоп расположен максимально высоко над водой и максимально далеко от кокпита. Вы не будете чувствовать запах и можете не переживать, что выхлоп зальет вода. От печки идет гофра, которая разводит уже горячий воздух по диффузорам. Вот как это выглядит внутри. Сейчас я вам покажу. Система питания Webasto подключена к общему баку объемом 160 литров. Поэтому вам не надо заморачиваться о каких-то док-заправках, дизелем. Все работает на бензине от общего бака со своим собственным насосом. Как вы видите, монтажные полости в Фениксе 560 огромны и удобны. Поэтому установка Webasto не влечет потери полезной площади в этой лодке. Она монтируется в скрытых полостях и абсолютно не мешает. То есть вы ее ничем не заденете, не оторвете. При погрузке вещей будет урундук, задние диваны, куда-либо. На первый взгляд может показаться, что все просто. Печка, выхлоп, гофра, диффузоры. Так оно и есть. Но нюанс. Чтобы не подвергать себе опасности, так как система связана с топливом, с электричеством, мы настоятельно рекомендуем ставить систему отопления только в сертифицированных центрах. И пока наши механики на обеде, давайте быстренько пробежимся по оборудованию, которая будет установлена на лодку, которая уже стоит. Лодку в сборе, напомню, вы сможете увидеть на выставке в Крокус-Экспо с 3 по 6 марта. Справа от меня вы видите вот такую огромную бочку. Это активный сабвуфер. Наши друзья и джибель в этом году предложили вот такое решение. Активный сабвуфер, 4 динамика, сопряженных с 4-х канальным усилителем, и непосредственно сама голова джибель, модель 275 PRV. Если раньше вот такая тарга была редким случаем в заказе, то сейчас практически все лодки ей оснащаются. Но это удобно, покатать лыжника, вейкбордиста, детей на водных аттракционах. А если вы увлекаетесь рыбалкой любительской, то на нее легко разместить спиннингодержатели. Практически в каждом заказе катера есть потребность в установке душа. И, соответственно, в этой лодке он тоже есть. Вот в левый борт мы его поставили. Он еще не смонтирован до конца, но понять можно. И если раньше в основном это было решение с забортной водой, то теперь с развитием яхт-клубов, в которых можно легко заправиться водопроводной водой, у людей возникла потребность иметь два вида воды – забортная и чистая водопроводная. Мы установили в эту лодку бак на 25 литров под водопроводную чистую воду. И с помощью такого крана теперь вы можете переключать режимы. Водопроводная вода из бака или забортная. А какую воду использовать в каких случаях, напишите в комментариях. Нам интересно услышать ваше мнение. Машинка ГАЗ РЕВЕРС. Как мы уже неоднократно говорили, рекомендую вставить резную. Она занимает мало места и выглядит очень красиво и эстетично. Переходим к месту капитана. Быстро пробежимся по приборам. Мы заменили стандартные заводские переключатели на вот такие кнопочные, потому что у нас много доп. оборудования, и потребовалось просто большее количество самих переключалок, кнопок. Ну и выглядят они красиво и эстетично. Снизу под ними располагается регулятор как раз от Вебаста, и с помощью него вы сможете выставлять нужную вам температуру. Он простой и всем понятный. Магнитолу я вам уже показал. Далее видим гидроусилитель руля. Почему он стоит на этой лодке, я вам сейчас расскажу. Система SmartCraft с двумя линками. SmartCraft давно себя уже зарекомендовал как хороший бортовой компьютер. На нем вы увидите всю параметрию мотора, расход топлива. А линки, они вынесены для удобства восприятия информации. То есть здесь мы будем видеть расход топлива и угол наклона мотора, так называемый трим. Просто приборы, когда большие, их легко воспринимать взглядом. Это основные параметры. Плюс ко всему мы проложили здесь сеть. И информация со SmartCraft будет дублирована на нашем приборе, который называется Simrot. В этот раз мы поставили бескнопочный вариант. Как раз сравним, что удобнее на воде, когда есть кнопки тактильные, или просто экран без кнопок, чисто. Это можно назвать минимальным набором с максимальным функционалом. Phoenix 560 – это уже признанный путешественник номер один в линейке этих катеров. И тем обиднее звучит вопрос, который мы часто слышим. Почему на лодке нет пантографа, нет стеклоочтителя? В 530-м Phoenix есть, в 600-м есть, а здесь нет. С 2019 года здесь ставится калёное стекло. И поэтому пантограф должен здесь быть. Мы исправим эту ситуацию. Очень надеюсь, что к выставке успеем. Если нет, то на тест-драйве он обязательно будет. Ну и, собственно говоря, почему поставили гидроусилитель. Весь прошлый год мы откатали на тест-драйвах в наших путешествиях на Phoenix 600-м, на котором стоял мотор Mercury 150 Pro XS. Мотор нам очень понравился, просто огонь. Мы подбирали к нему винт, потратили на это два дня, и нам удалось добиться потрясающих результатов в плане расхода топлива. Он стал сопоставим с расходом 100-сильного мотора. В нашем тесте принимает участие катер Phoenix 600 и мотор Mercury 150 Pro XS. Алюминиевый винт Black Max 19 шага, нержавеющий винт Revolution 4, также 19 шаг, нержавейка Tempest Plus 19 шаг и Inertia Eco 19 шаг. Ну что, друзья, от слов к делу. Переходим к практическим тестам. Ну и плюс ко всему скорость, тяга, мотор супер, огонь. В этом году мы решили на Phoenix 560 также поставить 150-ку. Мы всегда рекомендовали сюда ставить 115 и продолжаем это делать. Это оптимальное сочетание. Но ради эксперимента, ради собственного, так сказать, познания мира одномоторного, мы ставим 150 сил. Обводы здесь другие, лодка полегче. Посмотрим, к чему приведет этот эксперимент, каких результатов мы достигнем и будем обязательно вам сообщать. И для того, чтобы таким мощным мотором было комфортно управлять, мы поставили гидроусилитель. Все, не будем мешать нашим механикам. Дадим им спокойно закончить этот проект, потому что до выставки остались считанные дни. Напоминаю, она пройдет с 3 по 6 марта в Крокус-экспо. Приезжайте, там вы увидите всю линейку моторов Mercury, всю линейку катеров Fenix, получите консультацию по этим продуктам. Подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, задавайте вопросы. До новых встреч!